А в самой Одессе очередной скандал вокруг переселенцев с Донбасса. Речь о беженцах, которые проживают в здании бывшего общежития. Людям отключили электроэнергию, а вскоре и вовсе укажут на двери. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Евдокии Александровне 81 показывает нехитрый быт. Бывшее общежитие в центре Одессы беженцы из Донбасса самовольно заняли год назад, ведь идти было некуда. Сейчас здесь около ста человек, треть из них дети. Вчера переселенцам неожиданно отключили электроэнергию, якобы за долги, почти в миллион гривен. Я сейчас сижу как на пороховой бочке. Не сегодня, а завтра меня выкинут на улицу. Переселенцы говорят, и рады бы платить за электричество, но коммунальное предприятие облсовета, на балансе которого и находится здание, отказалось заключать договоры. В облсовете парируют, как можно подписывать документы, если здание не введено в эксплуатацию. Юридического основания на заключение договоров на отдельную поставку, чтобы как-то оплачивать эти коммунальные услуги. Нету таких оснований. Чиновники предлагают беженцам единственный вариант – переехать в село Борщи, в 250 километрах от Одессы. Там для них подготовили комнаты в бывшей школе-интернате. Также обещают, по соцпрограмме будут добиваться строительства домов для переселенцев. Но на это нужно время. Я понимаю, что это, к сожалению, не возле берега моря, но мы все помним тяжелые годы Второй мировой войны, когда переселенцы были рады, что им дали возможность где-то находиться. Переселенцев село Борщи категорически не устраивает. Говорят, что там негде работать, а для детей ни медицины нормальной, ни возможности получить образование. Они считают, власти не идут на компромисс только потому, что кто-то уже положил глаз на бесхозное здание в центре города. Сделайте общежитие. Мы же не говорим, дайте нам, а подарите мне это. Я не прошу власть здесь, никто не просит. Дайте нам жить и оплачивать, как все люди. Сегодня стороны встретились в облсовете, но так ни к чему и не пришли. Более того, беженцев предупредили. Дают время до конца мая, чтобы их дети могли закончить учебный год. После попросят на выход. В те самые Борщи. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности телеканал Интер.